Сегодня я хочу поговорить о способах выращивания компактных плодовых деревьев. Когда мы сажаем яблоню, грушу или какое-то другое дерево, то даже не задумываемся, что с ним будет дальше. Но дерево растет, и мы понимаем, что оно становится слишком большим, неудобным. Давно заполнило все отведенное для него пространство, а останавливаться не собирается. Вот пытаюсь показать вам соседскую 70-летнюю яблоню. Присмотритесь, за ней стоит дом. Немаленький, с полуподвалом почти три этажа, а яблоня почти в два раза выше дома. Это, конечно, очень здорово, и может весной даже красиво, когда цветет. А вот когда начинают созревать яблоки, просто беда. Яблоки так высоко, что с ветки снять их невозможно. От упавших толку нет, так как они просто разбиваются, падая с такой высоты. И у нас такие яблоньки в каждом саду. Формировали бы сразу, и не было бы таких проблем. Особенно в маленьких садах, где еще и каждый метр на учете. Хорошо, когда мы можем купить и посадить дерево на карликовом подвою. А если есть уже яблоня в саду, проблема кажется неразрешимой. На самом деле, плодовые культурные деревья очень хорошо переносят формировку даже в возрасте. Не забывайте, что свою жизнь они начинают с прививки. А это уже и есть первая кардинальная обрезка, когда от растения оставляют всего ничего и заменяют срезанную часть на какую-то чужую, от другого дерева. Саженец принимает эти условия и, совместившись с культурной частью, становится культурным деревом. И наша задача – получить компактное дерево, чтобы было удобно за ним ухаживать и собирать урожай. Рассмотрим варианты снижения кроны у деревьев разного возраста. Начнем с молодых. По мнению специалистов, наличие сильных побегов стимулирует рост корневой системы, а увеличение объема корневой системы способствует увеличению надземной части дерева. Если удалить чрезмерно растущие побеги, то успокаиваются ростовые процессы. В первые 2-3 года роста дерева в саду рекомендуют проводить 2-3 раза в течение вегетационного периода прищипку. Это совсем не сложно. Просто прищипываем побеги, которые нужно оставить, и удаляем те, которые дереву не нужны. Но вот проводник, то есть центральную веточку, мы не очень ограничиваем в росте в это время. Иначе в верхней части крона на месте среза возникают очень сильные побеги. Поэтому у центрального проводника первые 2 года подрезаем только макушечку. И укорачивание такое нужно проводить не ранней весной, а в начале лета, когда активность роста чуть слабее, и второй раз по обстоятельствам, когда новые побеги достигнут высоты 20 см. Обычно это бывает в июле. Сдерживать рост молодого дерева можно и питанием. Меньше азота – меньше рост. Но нас-то учат как весной давать больше азота, так как он нужен растению для роста. А нам как раз не нужно. Поэтому и не вносим. Если молодое дерево слабо развивается, лучше дайте листовую подкормку. Следующий способ уменьшения очень сильного роста деревьев – это подрезка корней. В начале весны, в конце марта или в апреле делают это очень просто. Обычные лопаты подрезают вокруг ствола на расстоянии не менее 40-50 см. Чтобы не вызвать у дерева стресс, делать это лучше поэтапно. Один год – одна плавина, а другой год – другая. Ну и, конечно, нужно придавать вертикальным веткам более горизонтальный вид. Посмотрите на старое дерево, вон там, за забором, с вертикальными ветвями, которые не перенаправили в молодости. А они так и остались вертикальными, вымахали до небес, а толку никакого. Чем горизонтальнее ветка, тем больше на ней яблок и меньше рост. Но здесь есть нюанс. Совсем горизонтальные ветви, отдавая хороший урожай 2-3 года, как бы вырождаются и становятся непродуктивными. Новые побеги-то на них почти не растут, одни цветочные веточки. Поэтому нужно найти золотую середину. А это примерно 45 градусов к стволу. Показываю, как это работает. Сразу после посадки весной у груши были укорочены, отогнуты и привязаны колышком для закрепления веточки. Вот она же на следующий год весной уже зацела. Ветки приняли эту форму. Новые побеги растут вверх. И дальше мое дело ее правильно формировать несколько лет, чтобы получить крепкое стройное дерево. Для этого прищипкой контролируем количество и направление веток. Выглядит это так. Укоротили побег. Он дал несколько взамен. Выбрали те, которые направлены не в центр. Остальные удалили. И не нужно ждать, пока они вымахают по метру. И без секатора уже не обойдешься. Достигли оставленные побеги 20 см. Отщепните кончики. Побеги дадут новые веточки. Их снова проредите. Следите, чтобы крона не загущалась. И все ветки равномерно смотрели в разные стороны от центра. Занимает это всего минут 5 на дерево. Зато потом обходимся без пилы и секатора. Идем дальше. К 4 годам у дерева сформировано 2-3 яруса веток. Ситуация для роста дерева критическая. Если не вмешаться более кардинально, то ветки поднимутся ввысь. И мы уже с такой легкостью не сможем контролировать рост. Убираем совсем центральный проводник. Переведя его на слабую боковую ветку, направленную наружу. Если просто отпилить без перевода, то снова получим пучок веток, которые устремятся занять его место. И все начнется сначала. А так, вроде бы, лидер уже есть, но не такой уж активный. Дальше только ежегодное удаление загущающих веток каждый месяц летом. А концевые приросты оставленных веточек до осени уже не трогаем. Они дерево питают и веткам силу дают. Ну, с молодыми всегда более понятно. А вот что со взрослыми-то делать? Да то же самое, только не сразу. Вот дерево относительно молодое. Работаем в два приема. Первый этап удаления верхней части. К сожалению, здесь прищепнуть или слегка обрезать секатором уже не получается. Приходится выпиливать центральный проводник. То есть спиливаем на нужной высоте, но с переводом на боковую ветку. А в следующем году уже регулируем длину и численность оставшихся веток. А дальше поступаем, как в случае с маленьким деревом. Выщипываем и укорачиваем все лишние веточки в летние месяцы, не давая вырастить большим веткам. И вот совсем старое дерево. Здесь приходится работать не только с центральным проводником, так как скелетные ветки уже огромные и высокие. И если снести только центр, это ничего не даст. И в один сезон оболванить все ветки нельзя. Поэтому делаем поэтапно. По одной-две ветки в год. Обрезаем на нужную длину. Ветвь начинает обрастать волчками. Выбираем наиболее подходящие по направлению. Укорачиваем. Все, что он даст, тоже прорежем и укорачиваем. И таким образом большая старая ветка получает молодую замену. Итак, каждый год добавляем по одной-две спиленные ветки. Если дерево даст много сильных волчков, это значит, что дерево здоровое и полное сил. Можно продолжать дальше. Просто эти волчки нужно научиться делать плодовыми ветвями. Ну а если после удаления большой ветки она не готова дать достойную замену, то есть волчки слабенькие или их вообще нет, то такие кардинальные способы этому дереву не подходят. Сделайте сначала омолаживающую обрезку, кормите, поливайте, чтобы дерево окрепло. И только потом приступайте к укорачиванию больших ветвей. Итак, при укорачивании старайтесь перевести ветвь на боковую, более молодую. Но если совсем не получается, ближайшие ветки слишком высоко, то пилите на нужную высоту и ждите, когда этот пенек даст волчки. Из самого удачного из них формируйте новую ветку. У меня нет личного опыта формирования взрослых абрикосов, слив, черешин, поэтому рекомендации такие давать я не могу. В нашей местности из старых деревьев основные посадки – это яблони и груши. Все остальные только начинают появляться. На этом о снижении высоты наших плодовых деревьев все. Хороших вам урожаев, радости от общения с садом. С вами была Вероника Поливкина. До новых встреч! Встретимся в саду!